Приступим! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Анелия. Сегодня видео вновь о палетке Нарвина. Четвертый выпуск. Вот она, красавица. Большая, розовая. В ней 25 оттенков. Таких летних, сочных и ярких. Я уже снимала два видео об этой палетке. Сначала было видео первых впечатлений, затем я показывала три макияжа с этой палеткой. Сегодня будет еще три. Я вам покажу также свочи и в конце поделюсь своим мнением, что же я думаю по поводу этой палетки, вот уже протестировав все, что мне нравится, что нет. Обо всем расскажу в конце. Поскольку это обзор, давайте я вам до того, как я перейду к от себя тени, скажу о каких-то базовых вещах про эту палетку. Она сделана в Китае. Здесь 25 оттенков. И многие из них, я пытаюсь ее открыть, 25 оттенков. И многие из них это прессованные пигменты, а не тени. Если верить упаковке, здесь семь теней. Семь оттенков это тени. Два прессованных глиттера, вот они. На них нет никакой сноски, что их нельзя использовать в области вокруг глаз. Но подозреваю, что абсолютно безопасными их назвать нельзя. Так что будьте осторожны. А все остальные оттенки это прессованные пигменты. Что это значит? Это значит, во-первых, что потенциально они могут вызывать аллергию, раздражение. То есть с большей вероятностью, чем тени. Ну и возможно тушеваться они будут чуть хуже. Это та информация, с которой я получила эту палетку и приступила к тестированию. Я сделала много макияжей. Штук 10, наверное. Некоторые из них попали в видео. Одно, другое, третье. Некоторые остались за кадром. Что-то из этого было в моем инстаграме. Так что сделала макияжей я много. Я все протестировала, попробовала. И сегодня, надеюсь, обо всем об этом рассказать вам. Поехали. Сначала будут сводчи. Ну а потом уже макияжи. Продолжение следует... Моя грива вновь в эфире. В этом макияже я решила совместить два, на мой взгляд, самых привлекательных оттенка из палетки. Это тот, что посередине, я уже не раз говорила, что мне он нравится больше всего по своему цвету. И второй привлекательный оттенок это желтый. Начинаю я с базы под тени от Анастасии Беверли Хиллс, но вместо нее можно использовать белый консилер или какую-то другую базу, но желательно, чтобы это была светлая именно база, и тогда эти оттенки, в частности, спойлер, неоновый желтый, будут смотреться ярче. Без такой базы с этим желтым история не столь хороша. Базу я наношу пальцем. Вот такая белая она. На самом деле это супер простой макияж, потому что теперь я беру оттенок C3, тот, который мне нравится больше всего. Я с вами говорю, а в этот момент набираю его на палец, вот он, и наношу на центр век. Такая вот у меня в этот раз очередность. Я его чуть наслоила, он дуахромит, и поэтому при некоторых ракурсах он кажется розовым, при некоторых отливает голубым, сиреневым. Выглядит красиво, но он ложится тоненько, я вот его наслаиваю. Его можно также нанести влажной кистью, ну и, наверное, его можно нанести влажным пальцем. Я не пробовала, но уверена, что работает. Я просто пальчиком. Далее я беру вот такую кисть, это Шик Бэби Фейс номер 4, и беру оттенок C4, и немного наношу его в складку. Видите, у меня сегодня все наоборот. Где-то я там перекрыла дуахром этим матовым оттенком, и я вновь пройдусь. Чистой кистью пройдусь по краям. Большой плоской кистью этим же матовым оттенком C4 пройдусь по нижнему веку. Опять чистой кистью прохожусь по краям где-то вот здесь. Теперь, наверное, то, что интересно многим, я беру базу под тени вновь. Беру плоскую кисть, вот у меня плоская кисть, и нанесу в самый уголок. Здесь открываю секрет, что этот оттенок D2, неоновый-желтый, ярким неоновым, смотрится только при таком способе использования на светлую базу. Там, где этой базы будет достаточно много, чтобы это был действительно плотный белый цвет. И поверх надо наносить D2 тоже плоской кистью или чем-нибудь таким, чтобы покрытие было плотным. Ну и вот тогда есть какой-то неоновый отблеск. Во всех остальных случаях, то есть без подходящей базы, или же, если вы возьмете какую-нибудь пушистую кисть, ничего там не будет светиться неоновым цветом. И вообще это будет такой, ну, какой-то желтый. Эффекта вау не будет. Базу нанесла. А теперь я беру... Я тут долго думала, какую кисточку взять. У меня после поездки в Питер оказалось, что кисти грязные дома. Беру вот такой аппликатор и наношу оттенок D2 им для максимально плотного нанесения. Ну и получается достаточно ярко. В реальной жизни, в зеркало, я смотрю в зеркало, он выглядит действительно неоновым. Ну, наверное, мне бы хотелось от этого цвета все-таки еще большего, но он неоновый. Ладно. Зачтем ему. Я беру черный карандаш, прорисовываю межресничку и слизистую. Это нужно, ну, вот, для эффекта, что у меня есть ресницы. Теперь я беру подводку, если я ее найду, и нарисую маленькую стрелочку. Ну, я всегда так говорю, а потом уже что получается, то получается. Когда нарисуешь стрелки, но еще не нанесешь тушь, они всегда выглядят как-то странненько. А потом тушь нанесешь, и я такой, да не, нормально все получилось. Я зря переживала. Поэтому погодите переживать, нанесите тушь, и потом уже будет видно, стоило ли это вообще делать. Переживать. Ну и вот, что у меня получилось. Здесь всего три оттенка из палетки. Один дуахром на центре века, один сиреневый где-то там везде по краям, и желтенький в уголке. О, я забыла. Я уже все сделала, и тут сейчас сообразила, что я не нанесла блестящий оттенок в уголок. Как я это сделала на этом глазу, там совсем немного, как завещала Пэт Манград. Я беру оттенок А1, вот он. На влажную ватную палочку я набрала оттенок А1. И ставлю в самый-самый уголочек блик. Так, чтобы там было совсем чуть-чуть точечно. Теперь закончено. Теперь уже все. Показываю вам, что получилось у меня. Хочу вам быстренько показать макияж, который я очень люблю, и который при этом супер простой. Мне кажется, проще, мало что можно придумать. Я беру любой яркий оттенок и наношу его на все века. Я так делаю не только с розовым, который сейчас у меня на глазах, но и с желтым, зеленым и каким-нибудь другим цветом. Мне нравится эта простота. Мне нравится, что одного яркого оттенка много. Замечу, что это должен быть в моем случае матовый оттенок. И я только высветляю внутренний уголок. Ну и как-то растушевываю края, и все. Вот, собственно, и весь макияж. Я такое дело очень люблю. Мало показываю на видео, потому что это слишком просто. И когда ты садишься снимать видео, и как-то у тебя сразу начинаются такие мысли, что надо что-нибудь поинтереснее. Но в реальной жизни за кадром я люблю такой вид макияжа. Поехали. Для подобного макияжа обязательно нужно использовать базу, для того, чтобы этот оттенок был ярким, сочным. Дело тут даже не в стойкости, ну, лично для меня, а в интенсивности цвета. Чтобы цвет был вот таким ярким и насыщенным, нужно использовать базу, и желательно такую более белую. Я использую базу от Анастасии Беверли-Хиллз, она белая. Вместо нее, ну и вообще вместо базы, наверное, можно использовать какую-нибудь белую подложку, очень светлый консилер. На такой базе, на такой подложке оттенок будет смотреться ярче. У меня вот Анастасия Беверли-Хиллз белая светлая база, которая подходит для этого практически идеально. Я заболталась, беру базу и наношу на все веко. Так, базы я взяла слишком много. Базу я нанесла и на верхние века, и немного наношу на нижние. Базу я нанесла, теперь я перехожу к теням. И здесь такое дело, что конкретно с этой палеткой я буду использовать один более яркий цвет, и другим оттенком буду как бы растушевывать края. Это мой такой транзишен, более светлый розовый оттенок. В других случаях, когда я делаю подобный макияж не с этой палеткой, а вообще с какими-нибудь матовыми цветами, например, с желтым, я зачастую не использую вообще никакой транзишен шейд. Просто этот же желтый я растушевываю по краям, и все, макияж готов. В данном случае, поскольку это пигменты, и вот этот вот ярко-розовый, я не знаю, как он будет растушевываться, мне проще взять что-то посветлее и нанести по краям. Именно с этого я и начну. Сейчас я беру оттенок Е1 и нанесу чуть выше складки, и по нижнему веку это мой такой транзишен, переходный оттенок. Для этого я беру пушистую кисточку, я ей уже пользовалась на предыдущем глазу. Ну, вообще, это можно было сделать и с одним оттенком, если этот оттенок хорошо растушевывается, то, в общем, один оттенок наносится на все верхнее, нижнее веко, растушевываются края, и готово. Еще я забыла вам сказать, что у меня под бровью был хайлайтер, вот он, Hourglass. Когда я наносила его сюда, я немного нанесла и под бровь. На самом деле, это мой любимый способ использования ярких матовых, и здесь стоит заметить, что яркие матовые я люблю, пожалуй, больше, чем все блестящие оттенки. И получается, что такой макияж это вообще мое любимое что-то. Теперь я набираю этот супер розовый оттенок Е5 на плоскую кисть. Это важно. Для того, чтобы оттенок был плотным на веке, наносить его тоже надо плотной плоской кистью. Если наносить вот такой, который я растушевывала, край, оттенок не будет плотным, и наслаивать его будет сложно. Но если у вас получается, я за вас рада, я не буду даже пробовать. Я не проверяла на коробке, но я уверена, что это пигмент. Оттенок выглядит как-то так. Я немного подтушевываю края, смешиваясь с тем переходным, который у меня там был, чуть более светлым розовым. Оттенок можно уплотнить. Где стушевал его, снял интенсивность, можно его уплотнить. Теперь я этот же оттенок кисти помельче наношу на нижнее веко. Возьму растушевочную кисть и немного подтушую края. Кистью с консилером можно пройтись и поправить угол, если тушевка ушла слишком низко. Как в моем случае. Вот так и уже хорошо. Макияж практически готов. Мне надо поправить внутренний уголок. Видите, там у меня слишком много розового. Я это подотру. И нанесу туда светлый оттенок. Это будет оттенок А2. И готово. Сухой кистью, длинненькой такой, наношу оттенок А2 в уголок. Мне осталось нанести только тушь. Я сегодня не использовала ничего в межресничке. Я не наносила карандаш на слизистую. Хотя я это зачастую делаю. Тушь нанесла. И вот что у меня получается. Такой простой и яркий макияж, который я люблю. Я забыла вам рассказать о том, что глаз, который я красила за кадром, на том глазу было использовано два розовых оттенка. То есть был вот этот Е5 и С2. Вначале я стала наносить С2. Затем ткнула в Е5 и увидела, что они очень похожи, но Е5 более яркий. И поэтому я перекрыла все этим более ярким оттенком. И на том глазу, который показываю вам, я использовала уже только его. В целом оттенки похожи, но Е5 самый яркий розовый в этой палетке. Но я думаю, даже вот так заметно, что вот он здесь самый насыщенный. Приступая к следующему макияжу. Я хотела бы заметить, что мои веки до сих пор розовые от предыдущего макияжа, который, может быть, у вас был несколько секунд назад. У меня он был вчера. Веки до сих пор розовые. Не знаю, видно ли вам это на видео, но особенно с внутренней части у меня розовые. Это не раздражение, не покраснение самого глаза, самого века. Это стейн от теней. Начинать макияж я сегодняшний буду вновь с базы под тени от Анастасии. Beverly Hills, впрочем, как обычно. Наношу базу на глаз. Хочу отметить, что оттенок Е5 я до этого использовала уже на веках. На небольших участках в качестве акцента там стейна я не заметила. Вероятно, потому что участок был маленький для использования. Но, по крайней мере, могу точно сказать, что раздражения у меня нет. Стейн остается раздражений. Лично у меня эти тени не вызывают, но я знаю, что вызывают у многих других. Я нанесла базу под тени. Теперь я беру карандаш. Это сифора. Тот карандаш, который у меня есть, который легко растушевывается, коричневый. Мне не нужна здесь какая-то сверхстойкость от карандаша. Важнее легкая растушевка. Поэтому я взяла каял. И я буду наносить его вдоль линии роста ресниц. И понемногу растушевывать. То же самое на нижнем беке. Такая вот база, подложка из карандаша, которую я теперь буду прибивать оттенком Е4. Это, пожалуй, самый темный оттенок в этой палетке. Чистой кистью растушевываю край. Затем на верхние века я наношу оттенок B2. Выше этого темного. Ну а еще выше наношу оттенок А4. Чистой кистью тушую края. Где мне не хватает интенсивности, я могу вновь пройтись карандашом и темными тенями. Оттенком А4 прохожусь по нижней границе. Теперь я беру другой карандаш. Это карандаш Melt, коричнево-бордовый. Он отлично сочетается с подобной гаммой. И его я буду наносить на слизистую. Как он растушевывается, я не знаю. Поэтому я решила не рисковать и использовать сегодня для растушевки Sephora. А его я буду наносить на слизистую, где он нормально лежит, нормально держится. Я его пробовала. Теперь я беру маленькую кисть и оттенок C1 нанесу во внутренний уголок. Он плохо набирается на кисть. Вроде все. Осталось нанести тушь. Сейчас нанесу и вернусь к вам. Тушь я нанесла. Теперь возьму этот же светлый оттенок C1 и немного нанесу под бровь. Чтобы здесь что-то поблескило. На этом мой макияж готов. У меня ничего не осыпалось под глаза. Но я тщательно стряхиваю все лишнее с кисточки. Каждый раз, ну практически каждый раз, когда я набираю, если я чувствую, что я набрала пигмент, я обязательно стряхиваю, чтобы у меня не было осыпаний. Но лучше еще раз повторить. Предупрежден, значит вооружен. По поводу красно-бордовых оттенков. Я знаю, что существует мнение, что с ними глаза болезненные, заплаканные и все такое. Я люблю красно-бордовые оттенки. Вот они на мне. И меня несколько раз спрашивали, что сделать, чтобы глаза не выглядели болезненными и заплаканными. Мне кажется, что здесь есть такой момент, что стоит прорисовать слизистую. Вот когда там есть темный оттенок, в моем случае это коричнево-бордовый, но это может быть черный, коричневый. Главное, чтобы потемнее. Если прорисовать слизистую, то вид как раз и становится незаплаканным, неболезненным. По крайней мере, на мой взгляд. Попробуйте, возможно, вам подойдет этот лайфхак. Назовем это так. Я на этом остановлюсь. Это то, что получилось у меня. Безусловно, сюда можно добавить чего-нибудь блестящего. На центр века, что-то более интенсивное во внутренний уголок. И макияж поменяется. Ну, можно нанести, например, этот глиттер или даже этот какой-то блестящий металлик. Но я не хочу. Мне нравится подобный матовый вариант. Он в зеркале выглядит бордовым. На экране я вижу, что там что-то розовенькое. Нет-нет-нет. Это бордов. Мне хочется сегодня именно такого. Надоели немного мне что-то блестяшки. Хочется матового. И я оставлю как есть. Показываю макияж вам и перехожу к финальной части, где наконец-то поделюсь своими впечатлениями. Уже после нескольких недель использования этой палетки я поделюсь с вами и расскажу, что же я о ней думаю. С макияжами закончено. Итого на моем канале аж 7 макияжей с этой палеткой. Но здесь 25 оттенков и надо было все распробовать, попробовать. А что же мне делать это за кадром, хотелось поделиться с вами макияжами. Поэтому так много их. Хотя, спойлер, это не моя любимая палетка. Видите, как я вам уже сразу выдала свое мнение. Здесь есть то, что мне понравилось, есть то, что мне не понравилось. Но мне очень сложно собрать свои мысли в кучу, потому что у меня нет какого-то вердикта, что мне она нравится или не нравится. У меня очень смешанные чувства по этому поводу. Но сейчас я попробую вам все высказать. Из положительного мне таки понравилась упаковка, но не своим дизайном и внешним видом. А оказалось, что это очень удобно. Это тот редкий случай, когда я пользуюсь зеркалом в палетке, потому что она достаточно большая. Ее можно поставить перед собой на стол и краситься прямо в это огромное зеркало. Да, это буквально один из единственных случаев, когда я пользуюсь зеркалом в палетке. Обычно я туда не смотрю. Здесь же это оказалось удобным. Но что касается внешнего вида, я не фанат. Но она простая, да, но сказать, что это вау, как красиво, не могу. Но я выберу такое, нежели то, что делает Джеффри Стар. Мне такой простой дизайн нравится больше. Видите, как я издалека начала? Начала про дизайн. Теперь я все-таки перехожу к начинке и скажу, что мне нравится подбор оттенков. Ну, кроме вот того момента, что здесь много одинаковых розовых. В целом мне нравится, что здесь есть и яркие, и нейтральные, нюдовые, коричневые. Это удобно, что есть и то, и другое. Еще мне нравится, что здесь есть много матовых. Я люблю матовые. Я регулярно об этом говорю. Даже если я в итоге делаю что-нибудь блестящее, на своих глазах видео. И это формат видео к этому обязывает, потому что ты уже нанес матовый, и ты хочешь показать зрителям еще что-то блестящее, и наносишь что-то блестящее сверху. Сама же я предпочту, наверное, матовые макияжи. Ну, люблю я их, что поделать. Так что количество матовых в этой палетке мне нравится. Я уже говорила в видео первых впечатлений, что Нарвина располагала здесь цвета по квадратам. Это как подсказка для тех, кто не знает, как к ней подступиться и как ее использовать. Можно использовать оттенки квадратами. Но я все перемешивала, использовала так, как мне больше нравится. Потому что, например, Е4 отлично сочетается с оттенком B2. Это то, что у меня сегодня на глазах. Поэтому можно фантазировать и играть, как вам нравится. А это такая подсказка от Нарвины. Вот этот темный Е4 может ложиться, я пробовала за кадром, может ложиться немного пятнисто, если его наносить вот как бы на большую площадь. Но это такой оттенок, знаете, вот такие фиолетово-бордовые. Обычно с ними какие-то есть проблемы. Если его использовать то, что я, в общем, делала сегодня на глазах, если его использовать с подложкой, для затемнения, у меня никаких проблем не возникло. Вот мой сегодняшний макияж. Я плясала вокруг этого темного, и все хорошо. С матовыми оттенками, ну вот если уж говорить про плюсы, они достаточно хорошо растушевываются. Я где-то на протяжении видео могла сказать, что их растушевка могла бы быть и лучше. Но стоит заметить, что все последнее время я красила с тенями Наташи Деноны, Пэт Маград. Мне эта формула нравится точно больше. То есть формула матовых у Наташи Деноны, у Пэт Маград, на мой взгляд, лучше, чем у Норвины. Что, наверное, ожидаемо. У них разная стоимость. Плюс ко всему это пигменты. А там типа высококачественные тени. Поэтому, наверное, это объяснимо. Но я не могла об этом вам не сказать. Почему я сказала где-то там на протяжении видео, но мне так кажется, что я где-то сказала, что качество растушевки, что растушевка могла бы быть и лучше. Но это вот смотря с чем сравнивать. Эти тени матовые сами по себе неплохие. У них есть минус. Я вот уже перехожу к минусам. Для меня минус, как мне показалось, некоторые из матовых на мне тускнеют. Они становятся не такими насыщенными. Теперь надо перевернуть палетку, иначе я вам буду сейчас неправильно называть названия оттенков. Б2, Б5, Д5. То есть это вот такие не самые яркие оттенки, потому что оттенки как раз вырвиглазные, типа Е5. Вообще ни разу не тускнеют. А вот эти, которые такие средненькие, они на мне становятся не такими насыщенными через несколько часов. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И при этом я их использую именно на той базе, на которой их и надо, по идее, использовать. Это база от Анастасии Беверли-Хиллз. Я пробовала и с какими-то другими. Они не скатываются. Они никуда не уползают на мне. Но они как будто теряют свою интенсивность. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Еще раз скажу, что как раз яркие оттенки ничего не тускнеют. Все с ними нормально, но они оставляют стейн. Я вчера красилась оттенком Е5. И до сих пор под этим макияжем мои веки розового цвета. Самый главный плюс этой палетки в том, что мне понравились абсолютно все макияжи, которые я с ней сделала. И те, которые попали в видео, и те, которые остались за кадром. Мне понравилось абсолютно все, что у меня получилось в итоге, но не всегда нравился процесс. Должна сказать, что это пигменты, это известно было заранее. И поэтому условия игры изначально такие, что с ними надо использовать базу, желательно белую, плотную, для того, чтобы пигменты выглядели именно так, как они выглядят в палетке. Я все это делала, но, знаете, мне с тенями как-то привычнее и удобнее. А вот эта вот история с пигментами на любителя. Количество розовых, ну, вы сами понимаете, здесь их много, они похожие, они не одинаковые на глазах. Я пробовала, например, Е5 и С2, но надо держать вот так, опять же, чтобы называть оттенки правильно, Е5 и С2, они вам могут казаться максимально похожими на деле, на веках. Именно на веках они выглядят по-разному, потому что один Е5, вот этот оттенок Е5, выглядит намного ярче в итоге на глазах. Так что разница между ними есть, но зачем такое количество похожих розовых, мне не очевидно. Я бы точно предложила их чем-нибудь заменить. Я понимаю, что это Норвина, это ее детище, ей нравятся подобные оттенки. Наверное, она остро чувствует эту разницу между розовыми. Я не такой чувствительный к розовому человек, и мне такое количество похожих оттенков Барби не нужно. Здесь есть неоновый желтый, который несколько проблемный, наверное, как и все неоновые желтые, которые я видела. Надо наносить на белую базу, чем-то, каким-то инструментом, который будет наносить плотно. Я наносила аппликатором, вот таким. Кто-то, я вообще видела, наносит пальцем. Что касается металликов, они здесь, ну уж очень разные. Мне, например, нравятся вот эти два блестящих оттенка А1 и 2А. А2, А1 и А2. И я слышала, что кто-то говорит о том, что они выглядят одинаковыми на глазах. Я с этим категорически не согласна, потому что у одного какой-то сиренево-даже голубой отблеск на глазах, второй уходит в зеленцу. Не знаю, не кажутся они мне похожими ни на свочах, ни вот так на пальцах, ни на глазах. Они не одинаковые, на мой взгляд, и они хорошо наносятся сухой кистью, как угодно. Пальцем-то уж понятное дело, что они наносятся. Также здесь мне нравится, как ведет себя, например, оттенок А5. Но вот эти два оттенка мне в итоге не нравятся, как себя ведут. Особенно оттенок С1, который я наносила сегодня. Он плохо набирается даже на палец. А если ты пытаешься его нанести сухой кистью, он плохо наносится. Так что с металликами здесь все неоднозначно. Касается это и оттенка С3, который, я уже неоднократно говорила, мой любимый в этой палетке. Мне очень нравится его цвет. Вот это то, что мне в нем нравится. Но мне не очень нравится, что он недостаточно плотно ложится. Да, можно назвать это его особенностью, а не минусом. Но я бы хотела, чтобы он ложился плотнее. Его не пришлось бы так наслаивать. Вот это мне в нем не нравится, что он такой какой-то легенький. Нет, я не могу назвать его прозрачным. Потому что, если вы видели мои макияжи, он все-таки не прозрачный. Но мне от него хотелось бы большего. При том, что он все равно является моим любимым из этой палетки. Мне от него точно-точно хотелось бы большего. Глиттеры. Ну, глиттеры себе и глиттеры. Сейчас, по-моему, такими уже не удивишь. Хотя еще недавно можно было. Эти глиттеры похожи на то, что было, например, в палетке у Тати. Да, это очень похожая формула. То есть, там есть какая-то клейкая база. Но очень мягкими и кремовыми я бы их не назвала. Это скорее похоже, знаете, на такой жесткий скраб по консистенции. Вот такая это консистенция. И надо аккуратно наносить на кожу. Ну, то же самое касается, опять же, глиттеров у Тати. Могу сказать, что на мне они не осыпаются. Я знаю, что на ком-то и эти глиттеры, и глиттеры Тати осыпались на протяжении дня. У меня нет. Может что-то посыпаться во время нанесения. А затем на протяжении дня на мне все держится. Даже без клея для глиттера. Я вообще не помню, когда я последний раз пользовалась клеем для глиттера. Я пользуюсь обычной базой. Или Too Faced, или Анастасия Беверли-Хиллз. Это то, чем я пользуюсь обычно. И мне хватает той клейкой базы, которая уже есть внутри данного глиттера. Кстати, в палетке Amrezy от Анастасии Беверли-Хиллз здесь совсем другой глиттер. Здесь он сухой. В нем нет этой базы. И чтобы его наносить на веко, надо использовать либо влажную кисть, либо, опять же, клей. Вот его просто так наносить, и чтобы он никуда не осыпался, у меня не получается. Он просто не цепляется за веко. Здесь цепляется так же, как и у Тати. По поводу безопасности этого глиттера мне нечем вам сказать. Это все же глиттер. Да, нет никаких отдельных сносок на упаковке. Но имейте в виду, что это не самая безопасная штука на свете. Даже если это косметический глиттер, это не крафтовый, то есть это не то, что создано для поделок. Нет, понятное дело, что это косметический глиттер, и компания Анастасии Беверли-Хиллз, я уверена, дорожит своей репутацией. Какой-то глиттер с острыми краями, который используется вот для рукоделия, они бы сюда не засунули. Но будьте осторожны. Такие вот у меня смешанные чувства по поводу этой палетки. Что-то мне понравилось, что-то нет. Я не в восторге, это точно. Мне больше всего нравится цветовая история. А то, как тени себя ведут, не всегда, не всегда. И знаете, тут же еще вопрос удовольствия от нанесения. И я получаю больше удовольствия, когда использую классические палетки Анастасии Беверли-Хиллз, нежели вот эту палетку. При этом я сама ее выбирала, хотела. Я знала заранее, что это прессованные пигменты. Уж очень мне хотелось попробовать именно эту формулу. Попробовала. Кстати, стоит заметить, что основываясь на чужом мнении, на других обзорах, формула в этой палетке отличается от предыдущих трех палеток Норвины. Вот такого формата. Квадратные и большие. Говорят, раньше тени были более рыхлыми и более пигментированными. Эти менее пигментированные. И, возможно, для кого-то это плюс, потому что с ними проще справляться непрофессионалам. Ну, таким, как мы с вами. Я хотела попробовать эту формулу, я попробовала. Теперь, когда я все распробовала, могу сказать, что мне больше нравится классическая формула. И вот здесь есть несколько палеток, которые я бы точно выбрала, если бы мне надо было выбирать между Норвиной и любой из этих палеток, я бы выбрала любую из этих трех. Больше всего Норвина мне напомнила не на палетку Норвина, как это может многим показаться. Мне она напомнила на палетку Амризи. Вот они вместе. И не сказать, чтобы у них, знаете, было бы прям стопроцентное попадание, одни и те же оттенки. Нет, это не так. Но само настроение, вот это сочетание ярких розовых и каких-то коричнево-золотых, оно общее у этих палеток. И здесь я бы хотела добавить, что при этом качество всех металликов у Амризи мне нравится больше, значительно больше, чем в палетке Норвины. Единственное, в чем, наверное, побеждает Норвина, это в глиттерах, потому что у нее глиттеры с клейкой базой. Если же говорить о дуахромах, то я бы очень хотела, чтобы оттенок C3, который посередине, который такой красивый в палетке, чтобы он себя вел так, как ведут дуахромы из этой палетки. Вот он, этот красивый барб, это оттенок, который отливает, вам, наверное, не видно, но он отливает бирюзовым, голубоватым, там есть какой-то розовый отбиск, он очень красивый. И оттенок Анастасии, это классический розово-золотой дуахром, классический, потому что таких оттенков много, но он очень хорошего качества, он кремовый, мне очень нравится. Я бы очень хотела, чтобы здесь было такое же, но такого же здесь нет, поэтому, не знаю, если бы мне надо было выбирать, я бы точно выбрала Амризи, Норвину, Карли Байбл, что там еще есть у Анастасии Беверли-Хиллз. Так они выглядят рядом с Норвиной, здесь, ну, наверняка есть тоже какие-то пересечения, но, как мне кажется, с Амризи они больше похожи, хотя главное отличие Амризи и Норвины, это вот этот яркий неоновый желтый и яркий голубой. Если бы их поменять, то есть заменить на какие-то похожие оттенки, то они были бы, ну, очень-очень близкими родственниками, а так они только двоюродные. Вот еще одни родственники, это Норвина и Карли Байбл, ну, раз уж я тут держу их рядом, в руках, поэтому решила показать вам, они, на мой взгляд, меньше похожи. Здесь есть два похожих оттенка, которые не так, чтобы часто встречаются, потому что, когда вы найдете одинаковые какие-нибудь растушевочные оттенки, ну, тут удивительного мало, я могу найти еще 10 палеток, в которых будут похожие цвета. Но вот эти дуахромы, это C3, я не знаю, сколько раз я сегодня его уже потрогала, и оттенок Мандала, вот они на самом деле похожи, только оттенок C3 намного ярче. При этом формула мне опять нравится больше в Мандала, вот такая вот история. Хотя цвет ярче у Норвины. У меня здесь лежит еще одна палетка для сравнения, это Тати, но я не буду сравнивать все цвета, потому что они как бы не похожи, но здесь есть очень и очень похожий оттенок глиттера, вот этот в розовом ряду глиттер, он максимально похож с оттенком E3 из палетки Норвины. Он похож и цветом, и своей текстурой, просто если вы пробовали одно, то вы имеете представление о другом. Вот они, у них немного отличается отблеск, у Норвины там больше каких-то сиреневых, фиолетовых блесток, чем у Тати, но в целом они весьма и весьма похожи. Такая вот история с этой палеткой. С одной стороны, мне понравились все макияжи, которые я сделала, с другой стороны, мне не всегда нравился процесс, и это очень важно. Сейчас, когда я попробовала после Норвины классическую Норвину, вот эту, еще я за кадром попробовала Carly Bible, я поняла, что эти палетки мне нравятся значительно больше, чем Норвина. Я просто, знаете, тестировала ее, опять же, как-то привыкла, приноровилась к этой формуле, и вроде как нормально, но после этого берешь в руки Carly Bible, берешь в руки Амризи, и совсем другое дело. Мне эта формула нравится больше, и поэтому, наверное, я могу сказать, что я не советую Норвину, потому что я бы выбрала любую из этих палеток. Вот как-то так. Так что, если сейчас еще выйдет большая палетка Норвины, я ее пропущу. Ну, да, но, говорят, уже не выйдет в этом году, говорит Норвина, что подобных больших палеток в этом году уже точно не будет, но кто ее знает, это же Норвина, и там иногда палетки как-то непредвиденно выходят на рынок. Если же что-нибудь появится вот такого формата, то я непременно буду смотреть какие-то оттенки и все такое, потому что эту формулу я все еще люблю. Несмотря на то, что после теней Анастасии Беверли-Хиллз у меня появились тени Наташа Денон и Пэт Маград, мне все еще нравится формула Анастасии Беверли-Хиллз. Мне нравится их мягкая рыхлость, которая многих возмущает, мне с ней удобно и комфортно. Ну, это так, для вашего понимания, я знаю, что не все такое любят, но вот вам сообщаю, что мне нравится их текстура. Возможно, я вас немного запутала своими мыслями по поводу этой палетки, но на самом деле у меня вот такой немного бардак в голове по поводу этой Норвинушки. Я вам все выдала, спасибо большое, что посмотрели это видео и провели со мной время. Я попрошу вас нажать лайк, буду рада, если вы еще и прокомментируете это видео, потому что здесь я должна добавить, что ваши лайки и комментарии это главное и единственное, что продвигает мой канал на просторах Ютуба. Механизмы Ютуба ориентируются на ваши лайки и комментарии, так что буду рада вашей поддержке. Увидимся в комментариях, пока-пока! Приступим! Мось! Ты чего, Мось? Утка? Рик! Утка полетела! Поплыл, 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 поплыл! Опа! Мой хороший мальчик! Мой молодец, Рикошкин! Рикошка, молодец! Молодец, попкин! Вот! Вот это был прыжок! Молодец, Рикоша! Так, воды не надо хлебать! Молодец! Ах ты мой, не фаундлен! Поплыл за уткой! Хвостиком с задними лапками! Быстрее, быстрее, быстрее! Водоплавающий пес! Пока-пока! Пока! Пока-пока!